Ведомство Сергея Лаврова Ассортимент в этих магазинах Оразительно отличался от того, Что был представлен в обычных гастрономах Для простых советских граждан Короче говоря, такие показушные Лавки для чужаков Мол, смотрите, как мы тут хорошо живем Своих, правда, туда не пускали От слова совсем Качественная еда, сигареты и спиртное Приличная одежда западных брендов Бытовая электроника Все, что называлось дефицитом Было на прилавках березок Сильное заявление Проверять я его, конечно, не буду Ну и вот, значит, решили в Лавровском ведомстве Воссоздать ту березку Кроме того, такие магазины должны стать Еще и беспошлиными, как Дьюти Фри Зачем они нужны, спросите вы Авторы инициативы утверждают Будь то, ну, как и раньше Для интуристов, для гостей высоких А также для сотрудников иностранных Организаций, аккредитованных по линии МИДа Ну, дабы жизнь людям вот этим вот облегчить Заодно валюту в страну привлечем Вот только я не думаю Что это будет совсем так Вернее, я думаю, что это будет не совсем так Похоже Созрело наше барское сословие До того, чтобы сделать отдельные лабазы Для избранных То есть для себя любимых Ну, негоже барину с холопом В одну лавку ходить Ага, он тут весь из себя красивый В дорогом костюме Пахнет от него какой-нибудь шанелью А вынужден стоять в одной очереди Рядом с каким-то нищебродом Вдыхая своим припудренным носиком Вонь бедности простолюдина Когда я вижу каких-то маргинальных людей Около Совета Федерации С непонятными требованиями Которые, ну, вообще ни в какие рамки Не укладываются То, ну, неприятно это Понимаете? Прямо на ступеньках Совета Федерации Стоят какого-то бомжового вида люди С требованиями И тем, что этот человек стоит У нас на крыльце Мы как бы солидарны Вот это, по-моему, неприятно Ну и второй момент очевидно Что в таких магазинах Будет продаваться Вся запрещенная нынче Роспотребнадзором Санкционка Видимо, соскучились элитки По настоящему итальянскому пармезану Который, безусловно, опасен Для здоровья Иоанна Но вот им хочется Не лезет в элитную глотку Импортозамещенный сыроподобный продукт Вологодского сыроподобного завода Короче, вы поняли Тебе, Ваня, патриотичные напитки Из черноголовки И прочие полезные вкусности Из пятерочки Лавроу, Захаровых И прочим ребятам Устрицы из вражеской лозанны Да мраморная говядина Из недружественной Австралии Как вы хотели Патриотизм Дело нелегкое Господам, ведь еще с НАТО И бороться силы нужны Это реальная журналистика Чем выше наша любовь Тем ниже поцелуи Тема сегодняшнего выпуска Поехали Простым россиянам тем временем Предложили изучать в школах Историю и культуру Китая Вы не ослышались Китайскую историю и культуру Нашим детям предлагается Начать учить со школьной скамьи С такой потрясающей инициативой Выступил некто Бабаев Из российской академии наук Ну типа сейчас КНР является Нашим стратегическим партнером С ними необходимо выстраивать Отношения на всех уровнях Поэтому долой из учебной программы Великую французскую революцию Ганса Кристиана Андерсона И видимо Ньютона Про Будду пусть дети читают Про династию Цинь Ну и в молитвах Нехай Мао Цзэду напоминают Дядя Петя, ты дурак? Вот вы знаете, у меня примерно Такой же вопрос возник Когда я наткнулся на данный месседж Объясню Дело в том, что нам тут Последние несколько лет Усиленно вбивают в головы Из каждого утюга Будь то мы в данный момент Отстаиваем свой собственный Суверенитет Свою идентичность Уникальность Свои традиционные ценности Наконец, мол, хватит плясать Под дудку чужих людей Мы ж россияне И должны всегда помнить об этом Мы россияне Мы вместе Владимир Владимирович Мы с вами Власть Отечества Наши Слаборные Влыбаемся и машем Парни Влыбаемся и машем Ага, а потом на сцене Появляется такой вот Бабаев И говорит Пущай наши дети Китайскую культуру и историю В школах начинают изучать Ух ты Простите меня Тупого А как это вяжется С нашей самоидентичностью С суверенитетом И традиционными ценностями Ну о которых все время говорят А? Че не смеете что? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия Где он этот суверенитет За который мы так ратуем Сперва экономику Науткуб китайца модели 15 лет болтовни Про импортозамещение И необходимость лезть С нефтяной иглы Закончились ничем Купим все в Китае Вот и весь итог Этой долгоиграющей аферы Простите Реформы Конечно же Углеводороды Теперь гоним туда же А еще захламили Весь свой рынок Каким-то Г***ом Из Поднебесной Простите за слово Захламили Хотя тут не за что Просить прощения Поскольку они нам Действительно Везут сюда Конкретное Низкопробное Г Как на помойку У себя бы За утилизацию Этого третисортного Мусора Китайцы Деньги Плати А нам Продают Классно Устроились Потом Зачем-то Мы и вовсе Себя К их юаню Привязали Которые К слову Без их разрешения Нельзя Нигде Использовать Как расчетную Валюту То есть По сути Все эти юани Полученные Например За отгруженную Нефть В любую секунду Могут превратиться В фантики Коими только Стены оклеивать Ну захочет Завтра Си Цзиньпень Путина Скажем Нагнуть И все Карета Превратится В тыкву Одним нажатием Кнопки Заблокирует Эти деньги Как два года Назад Заблокировали Золотовалютные Резервы ЦБ В Европе Да оно уже Началось Из-за риска Попасть под Вторичные Санкции Крупнейшие Банки Китая Отказываются Проводить Операции С российскими Контрагентами Вследствие Чего Предприниматели Работающие По так называемому Параллельному Импорту Зависли просто У них Бизнес Встал Можно Было бы Конечно Как в 90-е Таскать Свободно Конвертируемые Доллары Через границу Черным Налом И вести Дела Ну хотя бы Так Но наши Чиновники Ведь и тут Постарались Когда придумали Эту самую Историю С расчетами В национальных Валютах Уже несколько Раз Об эту Гениальную Затею Споткнулись Сперва С индийскими Рупиями Горя хапнули Которые Как выяснилось Не то что Не конвертируются Ни во что Их даже Из Индии Вывести Невозможно Висит груша Нельзя Скушать Вот они Деньги И вроде бы Даже наши Но взять их Мы не можем Теперь с Китайскими Юанями В такую же Кучу добра Вляпаться Можем Мы просто Всех Переиграли Ребята А вы здесь Все Молодцы Причем Еще Неделю Назад В головах Наивных Россиян Теплилась Какая-то Надежда Путин В Китай Едет С ним Целая Делегация Почти Все Правительство В полном Составе Ща приедет И как Все разрулит И в силой Сибири Два Вопрос По которой Уже лет Десять Решиться Не может И конечно С этими Зависшими Деньгами Ага И вот Вчера Мой друг И Председатель КНР Угощал Меня Такой Уткой По-пекински Честно Вам скажу Два кусочек Я думаю Я съем Только один Кусок Понимаете Да Вот Но не мог Удержаться Съел и второй Понимаете Уж больно Было вкусно Зато Мы теперь С вами Пополнили Лексикон Новым Словом Тапунамбур А если Серьезно Ну Бред же Конечно Президент Такой Страны Как Россия Едет Навстречу С лидером Другого Мощного Государства В составе Как сказали Б пропагандисты Делегации Беспрецедентного Уровня Значимости Еще раз Там Почти Вся Наша Элита Была А зачем Поехали Тапинамбур И говяжьи Хрящи Толкать Да ладно Серьезно Уже Говорил об этом Хочу повторить Это Большая Глупость И огромная Ошибка Со стороны Американских Политических Лидер Потому что Они сами Себе Носят Огромный Ущерб Подрывают Доверие К доллару И постепенно Сворачивают Сворачивают Состояние Доллара Как Мировой Расчетной Валюты Закат Империи Доллара Это Вероятный Сценарий Это Не столько Вероятный Сценарий Это Очевидный Сценарий Ну Ёлки Иголки Опять 25 Я уже не говорю Про то Как Нашего Экс Министра Обороны В Китае Ну Практически Унизили Целый Генерал Стоял Как Мальчишка На крыльце Дома Собраний Ждал И никто Из делегатов Не вмешался Министра Обороны России В здании Не пускали Пусть и Бывшего На тот Момент Ну Просто Хочу Напомнить Что Именно Этот Человек За пару Дней До того Как Принимал Парад Победы На Красной Площади А тут Извините Мы вас Не знаем Вас Нет В списках Это Что За дела Вообще Вот Только Не надо Сейчас Комментария Хумничать Фу За Шойгу Заступается Сначала Внимательно Слушаем Контекст Затем Включаем Мозги Перевариваем Если Мозги Есть Конечно И только Потом Стучим По клавишам Я К чему Сегодня Поднял Эту Тему А просто Ну Правда Уже Вопросов Больше Чем Ответом Повторюсь Мы Вроде Как За Свой Суверенитет Бороться Собирались Планировали Выйти Из Подстороннего Влияния Западного А в итоге Начали Делать Все Чтобы Лечь Под Восток Причем Лечь Наглухо Дабы Уже Не Выбраться Никогда Из Под Того Каблука Еще Раз Рынок И все Более Менее Лакомые Куски Которые Могли Бы Стать Основой Для Независимости Для Строительства Какого-то Прекрасного Будущего Азиатам Практически Подарили На Финансы Их Почти Переключились Теперь Вот С малолетства Давайте Нашим Соотечественникам В башку Их Культуру Вколачивать Дальше Что Обмен Российских Паспортов На Китайские Крепостное Право В пользу Господина Мандарина Ладно Переваривайте Это была Реальная Журналистика Сегодня В соцсетях Тоже Жду Друзья Добавляйте Темы Предлагайте Поднимем Обсудим Пока Пока